Спасибо. Рад вас снова видеть. У вас был хороший день. Прекрасный день в Одессе сегодня, да? Погода хорошая. Очень нравится Одесса. Мы с женой наслаждаемся временем здесь. У нас есть сегодня выступление, правильно? Давайте пять минут на каждую группу. Значит, у нас была тема «Власть дома». Послание Ефесянам 5, 22-23, Ефесянам 6, 1-4. И мне такой вывод после прочитанного. На протяжении всего послания к Ефесянам Павел разработал тему вселенского общественного значения того, что Ишуа совершил своей смертью и воскресением. Ишуа получил верховную власть над Вселенной и историей. В общении Ишуа преодолел разделение человечества по этническим и другим признакам. Создал новую общину любви своё тело. В новых взаимоотношениях внутри брака Христос исправляет прежний разрыв в человечестве по признакам пола. Мужчина и женщина дополняют друг друга, и что хотя они равны перед Богом, в браке мужу принадлежит инициатива, жене – отзывчивость. Искупление в Ишуа восстанавливает сокровенную взаимозависимость для наслаждения, которое в браке были созданы и мужчина, и женщина. Верующая женщина признана с благодарностью принимать заботу и главенство своего мужа. Мужья призваны являть образец поведения не только достойных доверия их жен, но и несущий отцвет Христа. Мужья любите жен. То есть это место подчеркивает не столько господство над женой, а сколько обязанность её любить. Семья, дом – это является древнейшее установление человечества. В Танахе чётко видно распределение власти. Муж – руководитель по отношению к жене, родители – руководители по отношению к детям. Всякое руководство в семье есть служение, а не как тирания. К служению к домашним относиться с любовью. Есть заповеди, где дети должны повиноваться своим родителям. Это пятая заповедь. И четвёртая заповедь, чтобы родители любили своих детей, жён, и соблюдали, что даже день субботний. Следующий отрывок был от Тимофея. Послание написано, чтобы хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Мы все любим свои тела, сильно печёмся о них всегда. Это и физически, и духовно. Поэтому есть в этом правда. Кто не печётся о своём теле, тот не любит своё тело и себя. Божий закон по-прежнему даёт свет и показывает волю Бога. И воля Божия есть то, чтобы дети почитали родителей, повиновались им, как Маши их почитают и повинуются Отцу Небесному. Родителям доверены хрупкие тела детей, их не чувствуя, их не умы. Это как образы Царства Небесного. Поэтому родители должны помочь своим детям обрести для себя перед Богом и формировать его волю и послушание. То есть это ответственность родителей, формировать маленького ребёнка уже готова быть в Царстве Божьем, как дети в Царстве Божьем воспитанные, послушные. Поэтому это очень хорошее нам станет даны были отрывки из Библии, чтобы мы поняли, какова всё-таки важная участь для Бога отдельно. Вот семья — это общество, да? То есть есть государство, есть община, есть семья. То есть это очень важно. Мы все вышли из семьи, мы все родились в семье, и воспитаны в семье, и наше поколение также будет рождаться в семье. Власть Церкви, да. Бог, когда создал свою общину, Он дал людям власть на земле, вести общину. И то есть Бог поставил служителей над нами, как над народом своим, и мы обязаны слушать своих наставников, служителей. Пастырей Бог призвал пасти народ, и народ Божий он призвал слушать во всём и уважать власти из Церкви. То есть в этом наше призвание. Коротко. Вау! Радкость сестра Таланда, да. Я должен, мне кажется, что важно отметить, что в теле Мессии, в собрании, это место является самым таким центральным местом демонстрации Божьего Царства. И мы видим, например, что требования к взаимоотношениям в собрании, они отображены в первую очередь во взаимоотношениях в доме. То есть сначала, ну мы видим, да, как в послании Тимофея. Тот, кто хочет служить в собрании, в общине, должен уметь следить за своей семьёй. Мы видим очень тесную связь между домом и Церковью. И как там выражается власть и Царство Небесное. Никто из нас не является идеальным мужем или женой, или идеальным отцом, или матерью. И мы также не являемся идеальными членами общины, но Господь обтёсывает нас и преображает нас, как служителей Своего Царства. Любые начальствующие даны нам на добро. То есть это такая основная тема этих всех стихов, которые перечислены на листике. Мы должны без ропота им повиноваться, любой власти, любому начальству, не злословить начальство. И это к нам ещё пришло из Ветхого Завета. То есть это так строго очень было и тогда, и сейчас. И те, кто злословит и не подчиняется начальству, будут наказаны очень строго в будущем. То есть это подчёркнуто особенно. Так что призываю всех повиноваться, не злословить государство, власть, политику, милицию. Ничего не злословить. Да, молиться и благословлять. Всё. Моим заданием было раскрыть тему работы или отношения к рабов и их почтённых. Рабы должны подчиняться своим господам от всего сердца. Вот. И не просто с виду пытаться ему сделать вид, что они пытаются ему служить, но от всего сердца повиноваться им. Вот. И... Также наше отношение на работе, как мы делаем эту работу, оно может... Оно украшает то слово, которое мы несём, то Ивангрия, которое мы несём. Потому что люди знают, что мы верующие, смотрят на нас, и мы можем подтверждать это своими делами. Вот. Также, если мы... Если наш работодатель или господин, да, как в случае рабов, если он наш брат, вот, то мы должны ещё больше, ещё больше должны ему, как бы, уважать ещё больше, не принижать его, потому что... Ну, потому что он брат наш. Вот. И... Так же, как мы учили на прошлом занятии уже, то, что, проходя через трудности какие-то, вот, мы должны учиться через трудности, через страдания, вот, в работе, то мы должны учиться послушанию. Вот. Всё, что я хотел сказать. То есть, Божья власть, она, во-первых, выражается напрямую, но также через вот эти вот сферы власти, о которых Вы только что говорили. Мы вчера говорили о важности власти. И как мы понимаем власть, и как мы понимаем власть, и как нам нужно, чтобы наш взгляд на власть тоже, он, как бы, менялся и был правильным. Мы говорили также о принципах бунта сатаны против Божьей власти. Но также говорили о том, как Божье Царство действует в противоположном направлении. Божье Царство, оно, наоборот, распространяется и продвигается благодаря послушанию власти. Послушание высшей власти Божьей. И всякая власть, она исходит из Божьего трона, из Его престола. И так далее, Иешуа дана всякая власть. А мы те, кто послушны Иешуа. Если мы смотрим в Писание, то видим, что Иешуа делал только то, что видел у Отца. Читали, да? Это очень важно. Это четыре основных направления делегирования власти. В церкви или в собрании. В доме. В мире. И на рабочем месте. Хочу задать вопрос. Почему Бог использует делегированную власть в наших жизнях? И давайте вот от Артема начнем и дальше. Матфея 3. Светлана. Матфея 3. В 16 и 17. Матфея 3. Матфея 3. Матфея 17. В 4 и 5. Матфея 17. 4 и 5. Света читает. Матфея 3. Матфея месяц. Матфея 17, 4 и 5. Ирина. Римлянам 8, 28 и 29. Влодия. 2 Тимофея 2. 10-13. Игорь. Откровение 22. 1-5. Итак, почему Бог использует делегированные власти в наших жизнях? Во-первых, посмотрим на Ишуа. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот ответственность Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь, и не спускался на Него. И вот голос с неба глаголющий, «Сей, Сын, Вы возлюбленные, в Котором Мое благоволение». 17-4-5. 17-4-5. Да. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь трекущий. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда Он еще говорил, «Се, облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголящий. Сей, Сын, Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». «Его слушайте». Бог прислал Иешуа, как возлюбленного Сына, и в Котором было Его благоволение. И как мы читаем, Иешуа всегда исполнял волю Отца. Хотя иногда, мы видим, что Его воля отличалась от воли Отца, вот как в Гефсиманском саду. И это была борьба, помните, да, «Да не будет моя воля, но будет твоя воля, какова твоя воля». Но основная мысль в том, что Иешуа подчинил Свою власть высшей власти. И когда мы думаем о том, как Господь использует делегирование власти в наших жизнях, мы принимаем во внимание Иешуа, который подчинил Свою власть высшей власти, Свою волю. Но также мы должны как бы рассматривать себя. Итак, Филиппийцам 4.13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Про пожаловать в английском?» «Да, я могу делать все вещи, благодаря Богу, который мне силы, хорошо?» И 1 Коринфянам 15.10. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была чтетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Бог призвал нас к зависимости, а не к независимости. Мы можем сделать все, но только через Него. Бог хочет, чтобы мы преображались в образ Его Сына. Светлана, Римлянам 8.28.29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он узнал тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Бог сотворил нас зависимыми от Него. Мы можем сделать все, но только через Его благодать. И, опять же, Божья цель – преобразить нас в образ Яшуа. Итак, почему Бог использует делегирование власти в наших жизнях? Потому что мы должны учиться подчинять Свою волю Высшей воле. Это приготовление нас для того, чтобы мы правили с Яшуа навсегда. Бог использует делегирование власти, чтобы преобразить нашу волю, чтобы, как бы, сделать ее совершенной. Приготавливая нас для того, чтобы править в Мессии Яшуа навеки. Вы можете спросить, откуда это? Володя, 2 Тимофея 2, 10-13. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. В 12 стихе сказано, что если терпим, то будем и царствовать вместе с Ним. И греческое слово, которое используется в этом слове терпеть, это значит... Одно из значений этого слова – оставаться под кем-то. То есть, если мы будем оставаться под Ним, то будем царствовать вместе с Ним. Бог дает нам как бы разную власть в разное время. Именно нас наделяет. И когда мы учимся оставаться под вот этой властью, на то время, которое Бог определил, то значит, мы учимся подчинять свою волю высшей воле. И мы готовимся править вместе с Иешуа. Это приготавливает нас к нашей судьбе. И иногда это нелегко. И слово «терпим» значит, что иногда будет тяжело. Подчинение своей воле высшей воле. И Господь, значит, что-то завершить, хочет или сделать совершенным, когда помещает нас под чью-то власть. Я не говорю, что вся власть, которая делегирована, которая наделена этим, она делает все правильно. И завтра мы поговорим о том, как реагировать на несправедливую власть. Но Господь использует делегирование власти, для нас, чтобы научить делегирование власти, чтобы научить нас подчинять свою волю высшей воле. Игорь, read Revelation 22, 1-5. Откровение 22, 1-5. Revelation 22, 1-5. Среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. Это картина или изображение нас самих. Сейчас кажется, что вот эта реальность небес, она туманна еще и далека. Но, возможно, через 50 лет, через 100 лет, если Господь не вернется, то наша жизнь закончится. Валентин рассказал о своем опыте, когда у него случился приступ. И он сказал, что пока скорая везла его по улице, и Татяна везде рассказывала, что у него везли, везли, везли. Татьяна говорила водителю, чтобы он спешил. И Валентин сказал, что он плакал, потому что он чувствовал, что как будто бы он уже вот-вот перешел в другой мир. Но он не чувствовал, что его время уже пришло, и он не хотел оставлять Татьяну. Но никто, на самом деле, не уверен в завтрашнем дне. Мы не знаем, сколько Бог назначил нам, и сколько Он назначит. И когда этот день придет, а для некоторых он придет раньше, чем для других, я хочу, чтобы моя совесть была чиста. Я хочу быть уверенным, что я искренне пытался подчинять свою волю высшей воле. и я готовился к этому дню, чтобы увидеться с Ним лицом к лицу. И когда мы говорим о делегировании власти, нужно осознать, что если мы остаемся под властью, на то время, которое Бог определил, или, ну, например, первые годы, когда мы находимся в доме родителей, то у нас есть определенные обязанности в доме. У нас потом есть работа, потом община. Есть ответственность перед гражданской властью. И не всегда легко. Но нужно видеть, что Бог делает через эти власти в наших жизнях. Когда мне было 18, я продавал в торговом центре. костюмы мужские. И у меня был начальник, на которого очень сложно было работать. Иногда просто никто не приходил в магазин. Все стояло на местах. И он стоял в самом конце магазина. И я и еще двое других продавцов, мы были там в зале. И он всегда хотел, чтобы мы выглядели занятыми, чтобы мы поправляли там рубашки или костюмы, когда они так уже были поправлены, и все нормально. И он сидел просто или стоял, и так вот пристально смотрел на нас. И мы так ходили, поправляли все время с оглядкой на него. И я приходил на следующий день. И одного из продавцов уволили. Но они делали то же самое, что я делал. И я спросил у директора, что случилось. И он сказал, я их уволил, они бездельники. И, ну, понятно, моя реакция была. Потом через неделю я пришел на работу. Уже новые сотрудники. А моего друга, еще одного тоже уволили уже. Я опять спрашиваю, что произошло? Они бездельники, я их уволил. Это просто было жалкое такое чувство, потому что никто не был уверен, на следующий день могли просто уволить. И он никогда ничего хорошего обо мне не говорил. Он просто постоянно вот так вот уставившись, взглядел на меня. И наконец-то у меня появилась возможность перейти на другую работу. Я сменил работу. И когда я предупредил, что я его покину, я сказал, что я не думаю, что вы вообще довольны мной. Он сказал, что ты вообще один из самых лучших сотрудников, которые когда-либо у меня были. А я подумал, ого, никогда даже вы не сказали мне. И каждый день я думал, что меня уволят. Бог позволил этому случиться в моей жизни. И Господь видел наперед, что когда-то наступит день, когда я буду уже сам как бы стоять над определенным количеством людей. И Господь меня готовил, когда я вот находился под начальством того человека. Он taught мне, что someday я должен был праздновать моих работников. Таким образом, Он меня обучал, Бог меня обучал тому, что в какой-то день, наступит день, когда я уже буду начальником и должен буду ободрять своих подчиненных, поддерживать их. И если они делают что-то неправильно, то будь способным сказать им, что они делают не так, и как им исправиться. Господь не потратил этот мой опыт в пустую. Господь определил период для меня, чтобы я оставался под начальством того человека. И когда мы говорим о делегировании власти, нужно задать два вопроса. И я вам их задам, и потом перерыв. Кому мы дадим отчет? И за кого мы дадим отчет? Или, в другим словом, за кого мы ответственны, и перед кем мы ответственны? Очень важно, чтобы мы это знали. И записали это. То есть, мы ответственны за тех, кто под нашим начальством, и также ответственны перед тем, кто над нами находится. There's some that are delegated to us, and there's some that we're delegated to. Submitted. Submitted to, yes. Let's take a break. Let's take a break.